Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона с юбилеем. На этой неделе исполняется 7 месяцев с начала военных действий на Украине, которые до сих пор продолжаются и о которых уже столько не говорят. Итак, в день, когда все это началось, 24 февраля, стали очевидными две вещи. Первое, что украинская армия никаким образом не сможет одержать решающую победу над Россией, и по очень простой причине. Россия слишком большая, а Украина слишком маленькая. Российских войск гораздо больше, чем украинских, плюс, конечно же, ядерное оружие. Сама Россия самая большая страна на Земле, у нее довольно большая экономика в этом регионе, и в ней живут 145 миллионов людей. А население Украины, 40 миллионов, Это беднейшая страна в Европе, средний годовой доход там гораздо ниже, чем в Албании. Так что, глядя только на основные цифры из Википедии, становится ясно, что если Украина хочет сохранить суверенитет, и, конечно, мы все этого хотим для Украины, то она должна добиваться урегулирования с помощью переговоров с Россией. Генеральными сражениями этого не достичь. И тут дело не в морали, вы можете болеть за украинских военных сколько хотите, но это факт, и его не обойти. Второе, что сразу появилось в этих военных действиях, это то, насколько они уже разрушительны, и такими и останутся. Уничтожается не только Украина, хоть и она тоже, но также и вся западная экономика, включая нашу экономику. Российская энергия греет Европу. Рецессия в Германии, естественно, приведет к рецессии здесь. И месяцы спустя привела, существенно. Чем дольше этот конфликт будет продолжаться, тем неизбежно беднее все будут становиться, ну, может, кроме Владимира Путина. Так что мы ломаем то, что потом будет трудно отстроить. И еще раз, это было очевидно с первого дня конфликта, вам нельзя было об этом говорить тогда. Каждый, кто говорил, объявлялся российским шпионом. Но это была правда. И украинцы, конечно, понимали это. В апреле, согласно аккаунту журнала «Зарубежная политика», переговорщики от России и Украины провели секретную встречу и, цитата, «видимо, приблизительно договорились об общих чертах временного урегулирования, чтобы закончить военные действия». Условия сделки были простые. Россия выводит войска из Украины, Украина обещает не вступать в НАТО. Так что каждая сторона получала то, что хотела. Просто и эффективно. И могло сработать. Но администрация Байдена категорически отвергла это предложение. Советники Байдена хотели не только, чтобы русские ушли из Украины, что они и говорили нам по телевизору, но нет. Советники Байдена хотели тотальной войны против России по смене режима. Видимо, чтобы отомстить за избрание Дональда Трампа, за которое, как они считали, ответственен Путин. И ради этого они были готовы сражаться до последнего украинца. И 9 апреля этого года Белый Дом отправил своего незадачливого представителя, британского премьер-министра Бориса Джонсона, в Киев. Согласно украинским СМИ, Джонсон передал два послания правительству Зеленского. Цитата. Первое. Путин — военный преступник. На него надо давить, а не разговаривать. И второе. Даже если Украина готова подписать какие-то соглашения о гарантиях с Путиным, то Запад нет. Другими словами, кого волнует, чего хотят украинцы? Америка и Англия потребовали тотальной войны с Россией, войны для смены режима в России. И, конечно, украинцы, застрявшие между, не могли не уступить. И через несколько дней переговоры о мире прекратились. Об этом тогда почти не говорилось, но это была поворотная точка в конфликте на Украине. Это был момент, когда цель сменилась с восстановления Украины на состояние до вторжения, что казалось логичным для всех на Западе, на что-то совсем другое. На войну, направленную на свержение Владимира Путина, точно так, как мы свергли Саддама Хусейна и надеялись на лучшее. Это очевидно, безумно и опасно. Но это где мы находимся. И с этого момента все изменилось. И вот как мы оказались там, где мы сегодня, то есть ближе всего к ядерному противостоянию за всю историю. На этой неделе президент Украины Зеленский дал интервью леватской газете «Гардиан». И в ней он призвал Соединенные Штаты ударить атомным оружием по Владимиру Путину. Цитата. Другие ядерные державы должны четко сказать, что если Россия даже подумает ударить ядерным оружием по другой территории, в этом случае по территории Украины, то будет немедленный ответный удар по ядерным шахтам в России. Задумайтесь. И мы цитируем. «Если Россия даже подумает ударить ядерным оружием, то есть до того, как Россия запустит ракеты, США должны ударить ядерным оружием по России». Другими словами, нам нужно ударить ядерным оружием сейчас. Почему сейчас? И откуда мы знаем, что Зеленский говорил именно об этом? Потому что Зеленский отвечал на это предупреждение от российского правительства в среду. Смотрите. «Хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа, мы безусловно используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф». Это не блеф. «Сказал Путин, который, как мы говорим, сумасшедший, так что, возможно, стоит отнестись к этому серьезно. Он, в конце концов, руководит страной с крупнейшим ядерным арсеналом на планете. И он говорит об использовании ядерного оружия, если Запад продолжит угрожать территориальной целостности России. Это предупреждение. И, конечно же, об угрозе российским территориям речи и не шло. Да? Вы ведь помните это? Именно поэтому вы надевали украинские значки или выставляли украинский флаг перед своим домом. На Украину вторглись. Цель – выкинуть русских обратно. Это кажется логичным по любым стандартам честности и порядочности. Но это не то, к чему толкает администрация Байдена. Они подталкивают к свержению правительства в России и еще раз надеются, что потом все будет хорошо, что на его место придет кто-то лучше. Он плохой, убьем его. Слышали это раньше? И в ответ на то, что сказал Путин, украинское правительство призвало к немедленному ядерному удару по России. К удару, который абсолютно точно приведет к немедленному уничтожению Нью-Йорка, округа Вашингтон, Лос-Анджелеса, к смерти десятков миллионов американцев. Он только что об этом сказал. Адекватные люди так не разговаривают. Никогда. Если и есть вариант прекратить все это и принудить к мирному договору, что для них очень просто, то сейчас самое время. Пока не умерло множество людей. Но администрация Байдена делает не это. Они по полной идут в противоположном направлении и делают все, что могут, чтобы поставить Запад на грань уничтожения. Вчера в ООН Джо Байден обвинил Россию, не Украину, в явной угрозе ядерным оружием. Смотрите. Эти военные действия для того, чтобы лишить Украину права на существование как государство. Просто и понятно. И право украинцев существовать как народ. Кто бы вы ни были, где бы вы ни жили, во что бы вы ни верили, это не должно, это должно заставить вас застыть в ужасе. Президент Путин явно угрожал ядерным оружием Европе в безрассудном пренебрежении обязанностями по соглашению о нераспространении. Мы встанем вместе с Украиной. Мы встанем вместе против российской агрессии. Точка. Ладно, Путин плохой. Хорошо, согласен. Но Путин угрожает ядерным оружием. По какой бы то ни было причине он угрожает. И сам факт его угрозы, и украинцы, конечно, тоже явно угрожают ядерным оружием. Достаточно для любого адекватного человека сказать «Так, стоп». Особенно, если этот человек — глава Соединенных Штатов, страны, финансирующие этот конфликт, и могущие его сегодня остановить, призвав Украину к переговорам. Русские войска уходят, Украина обещает не вступать в НАТО, все, как и было в январе этого года, и все хорошо, и нам не нужно переживать, что Нью-Йорк разбомбят. Но это не то, чего они хотят. Джо Байден и слова не сказал об ответственности Америки в этом. Еще раз, мы финансируем этот конфликт, мы можем его закончить, но они решили не заканчивать. Он и слова не сказал об этом в ООН. Естественно, они хотят военных действий. То же самое госсекретарь Энтони Блинкен. Смотрите. Президент Путин выбрал эту неделю, когда почти весь мир собрался в ООН, чтобы подлить масло в огонь, который он и зажег, показывая полное пренебрежение к уставу ООН, Генеральной Ассамблее и к этому Совету. Он на наших глазах угрожает тому самому международному порядку, для поддержания которого мы и собрались здесь. Мы не можем и мы не позволим, чтобы это сошло с рук президенту Путину. Каждый член Совета должен явно показать, что эти ядерные угрозы должны немедленно прекратиться. Хорошо. Тони Блинкен, госсекретарь, это клоун и неудавшийся рок-музыкант, читающий какую-то бумажку, позируя, как будто он на выпуске новостей кабельного канала, о том, какой Путин плохой. Прекрасно поняли. Но сидящая за ним, кого вы сейчас видели, которая вообще не клоун, и это Тори Ануланд, одна из тех, кто ответственен за иракскую катастрофу, и в нормальной стране любой, кто приложил руку к 20-летней трагедии в Ираке, в которой престиж Америки был смешан с грязью, в которой умерли тысячи американцев, в которой мы непонятно зачем стали гораздо беднее, любой, кто был в этом замешан, включая ложь, втянувшую нас в это, был бы исключен из участия в американской внешней политике навсегда. Но Тори Ануланд повышали, повышали и повышали, пока она не поставила нас на грань ядерной войны с Россией. Итак, Тони Блинкен сказал ООН и нам, что это нормально, Украине угрожать ядерной войной через Соединенные Штаты. И весь мир смотрелся твишей челюстью, включая Китай, среди прочих. Вот представитель МИДа Китая вчера, смотрите. Мы призываем всех участников прекратить огонь и остановить конфликт, и как можно скорее найти решение, которое учтет законные претензии по безопасности всех участников. Мы также надеемся, что международное сообщество создаст условия для этого. Мы призываем всех участников прекратить огонь, как они почти и сделали в апреле, пока администрация Байдена не вмешалась, так как они хотели войну по смене режима в России. И это исходит из Китая, в котором дела с правами человека обстоят так, что Россия на фоне выглядит, как Швеция. И, конечно, Китай выгодоприобретатель военного конфликта, как и Путин, и Рейтон, и Локхед. Но даже китайцы не настолько безумны, чтобы хотеть ядерного апокалипсиса. В конце концов, они хотят делать бизнес и доминировать через бизнес. Они не хотят, чтобы их клиенты взорвали себя и понимают, что подошли уже очень близко к этому. Только Тони Блинкин и психи, как Ториа Нуланд, хотят этого. И они полностью поддерживают украинского президента, объявляющего, что его цель не в окончании конфликта и возвращении страны, что хорошая и благородная цель, которую большинство американцев поддерживает. Нет, его цель свергнуть Владимира Путина и превращение России в тень от страны. О, прекрасный план. Вот он. Против Украины было совершено преступление, и мы требуем справедливого наказания. Преступление было совершено против госграниц. Преступление совершено против ценностей, которые делают вас и меня сообществом объединенных наций. И Украина требует наказания за попытку украсть наши территории. Это первый предмет нашей формулы для мира. Понятный предмет. Наказание. Итак, коррумпированный восточноевропейский авторитарный лидер в майке учит нас о сообществе наций и говорит нам, что это все для требуемого Украиной наказания. Это не про самооборону или возврат территорий. Это про смену режима. В частности, они требуют ядерный удар от нас. Как мы вообще в это влезли? Но почти никто в Вашингтоне не остановится и не задаст этот вопрос. Они по полной и за все это. Это безумие. Но они только за. Адам Кинсингер твитнул это. Цитата. Кстати, любая цель в России, которая работает на этот конфликт, оправдана законами вооруженного противостояния. Для страны, сражающейся за выживание, нет такого, как эскалация. Любой, кто заявляет, что Украина эскалирует, должен остановиться. Хорошо. Любой, кто публично говорит такие глупости, должен быть немедленно уволен с госслужбы и заткнут, пока не поумнеет. Пожалуйста. А потом, в Сенате, Линдси Грэм и Ричард Блюменталь согласны по этому же вопросу. Они объявили, что Россия государство-спонсор терроризма. Окей. Россия должна быть объявлена государством-спонсором терроризма, так как события прошедших дней и недель показали сильнее, чем когда-либо, что Россия должна быть обозначена как страна-спонсор терроризма. Я думаю, что обе партии едины, когда доходят до поддержки Украины перед Россией. Я хочу поблагодарить администрацию за ее действия. У нас есть расхождение по поводу следующего шага, но спикер Пелоси уже с нами. Она сказала, что с ее точки зрения Россия подпадает под определение государства-спонсора терроризма согласно законодательству США. Тот факт, что Линдси Грэм может пойти на телевидение, как он часто и делает, и заявлять, что он консерватор и заботится о США, это уже за пределом. Что ж, это бесконечная показуха о том, что Россия плохая, и, конечно, Россия плохая. Хорошо, Россия плохая. Но важны конкретные слова. Они говорят вам, что Россия страна-спонсор террора. Почему они так говорят? И вы, наверное, киваете. Ну да, видимо, это плохое место с плохим лидером. Хорошо. Но страна-спонсор террора? Им важно обозначить Россию именно так. Зачем? Ведь что мы делаем со странами-террористами? Мы свергаем их правительство. Мы нападаем. Мы вступаем с ними в бой. И это позиция Вашингтона на двухпартийном уровне. И, в частности, позиция людей, которые, наверное, считают, к слову, о теориях заговора на выборах, что Владимир Путин украл выборы 2016, и никто не верит в этот бред более страстно, чем дама, которая проиграла. Вот она. Они получили оружие, которое им нужно для защиты. И теперь они нападают. И я считаю, мы должны дальше помогать им и поддерживать их. Они были неспровоцированно атакованы. И они выдержали. И они справились лучше, чем кто-либо предсказывал. И Зеленский был настоящим лидером военного времени. Я им так восхищена. И я думаю, ну, знаете, Соединенные Штаты должны встать рядом с ними. Итак, если вы один из миллионов добросердечных республиканцев, которые, когда это началось в феврале, подумали, это ужасно, вы не должны вторгаться в суверенную страну, и мы, конечно, с этим согласны. Мы должны поддержать Украину. Вы, наверное, теперь чувствуете себя одураченными, так как то, что вы видите, это классическое изменение целей. Мы пришли с одной целью и продолжаем уже совсем другой целью, под которую вы не подписывались, которая точно навредит Соединенным Штатам в дальнейшем. И когда Хилари Клинтон говорит «Вы будете вместе с Зеленским, когда он перейдет в атаку», это не означает изгнание российских войск из его страны, с чем все вы согласились. Это означает свержение Владимира Путина и создание черной дыры в центре Восточной Европы, в месте, где Азия встречает Европу, в стране с крупнейшими энергетическими резервами на планете и крупнейшим ядерным арсеналом. Ууу, что же из этого получится? Ну, давайте послушаем представителя Пентагона. Они пришли на телевидение, чтобы объяснить. Что нам нужно сделать вместо этого, нам нужно развернуться. Мы сказали по полной и не сделали этого. К примеру, мы не дали Украине системы, типа атакам, с которые могут накрыть весь Крым. Дальность 200 миль. 500 фунтов боеголовка, 300 бомб в каждой. Это бы действительно угрожало русским, но мы не сделали этого, и я думаю, мы должны поставить их под угрозу. Пока он не поверит, что мы настроены серьезно, он продолжит угрожать. Еще раз, любой, кто приложил руку к последним, скажем, пяти воинам, которые уменьшали американскую силу, убивали американцев, делали нас беднее. На самом деле, вредили нам в дальнейшем любой, кто участвовал в этом. Возможно, должен быть отстранен от обсуждения этого конфликта. По той же причине, по которой вы, скажем, не примете финансовые рекомендации от банкрота. Или не пойдете на семейную терапию к трижды разведенному. Так как они, очевидно, облажались в их так называемой области экспертизы, и это включает практически всех, кто сейчас об этом говорит. Он продолжит угрожать, имея в виду Путина. По-видимому, это единственные важные для нас угрозы. Если Украина хочет, чтобы мы для них нанесли превентивный ядерный удар, то это нормально. Это полное безумие. Это, цитата, стратегия, которая легко может привести к полному уничтожению Запада. И скоро. И может, в этом и суть. Полковник МакГрегор, единственный среди американских военных аналитиков, кто понимал потенциальные последствия этого конфликта с самого первого дня, со дня его начала. За это он подвергся нападкам. Сейчас он с нами на связи. Полковник, большое спасибо, что присоединились. Если Зеленский требует, чтобы мы нанесли ядерный удар по России, логично ожидать, что кто-то в Вашингтоне скажет, оу, стоп, что за безумие. Но никто так не говорит. На это есть пара причин. Прежде всего, почти сразу же после того, как русские вторглись в Восточную Украину. Вереница генералов в отставке и политиков в Вашингтоне, Лондоне и других местах провозгласила неминуемую победу Украины. Несколько месяцев спустя украинская армия обескровлена. Десятки тысяч украинских солдат убиты или ранены. Украина на грани поражения, но пытается делать вид, что это не так. В то же время Владимир Путин наконец-то сделал вывод, что он не может вести переговоры с Киевом. Что, конечно, реальная проблема в Вашингтоне, и Вашингтон не будет вести с ним переговоры. Так что он прибегнул к частичной мобилизации, привлекая дополнительные силы, по-видимому, для того, чтобы завершить операцию. В то же время ему хорошо известно, как и всем нам в Комитете по обороне, что несколько месяцев ходят открытые разговоры о целесообразности ядерной войны против России с применением так называемого тактического ядерного оружия. Это очень пугает русских. Они ясно дали понять, что ограничат применение ядерного оружия встречным ударом, в случае, если мы или кто-то другой ударит по ним. Так что они просто ясно подтвердили, что ответят, если мы применим ядерное оружие. Я... Я просто... Скажите мне, вы были в Вашингтоне, в армии всю свою жизнь. Раньше люди не говорили так. Давайте просто ударим по такой-то стране ядерным оружием. Когда это началось? Я думаю, у нас всегда были люди, которые верили в целесообразность ядерной войны. Но обычно их заталкивали обратно на задний план и считали, откровенно говоря, сумасшедшими. Но они на подъеме и они заслужили много доверия. Шокирует, что люди не обращают на это внимания. Большего безрассудства трудно представить. Полковник МакГрегор, большое спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok